Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как Самара готовится к проведению чемпионата мира по футболу? Как отрабатывается механизм организации экскурсионного обслуживания во время чемпионата? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев и президент гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан Юнг. Мы в прямом эфире. Если вас тоже волнует, как Самара будет встречать гостей, и вы хотите в этом поучаствовать, звоните нам по телефону 202 11 22. Мы вас услышим. Здравствуйте, Ирина Валерьевна, Михаил Викторович. Добрый день. Давайте сейчас определим, вот что входит в эту инфраструктуру, вот кто и как будет встречать гостей. Вот что это за поле, которое должно быть готовым, что в него входит, чтобы общее такое понятие иметь. Понятно, что Самара, город, горожане, вот если так рассмотреть. Ну, по сути, мы говорим сейчас о том, что в городе будет сформирована такая туристическая зона, которая будет принимать основной поток туристов-болельщиков, которые приедут к нам в гости посмотреть чемпионат мира, либо просто посмотреть тот город, который принимает чемпионат мира. Если мы говорим о том, что у нас будет построен стадион на 45 тысяч человек, понятно, что какая-то большая часть, может быть, будет приезжать из других регионов, но оставшаяся часть, кому не достанутся билета, либо кто-то просто захочет посмотреть на исторический центр города, она будет располагаться в фан-зоне. Фан-зона – это площадь Куйбышева, одна из крупнейших площадей в Европе, соответственно, и там будет организован большой праздник для жителей города, для туристов, для болельщиков. И программа чемпионата мира, о которой уже в последнее время очень много говорится, и мы все видим, как вся эта программа преобразует наш город, мы понимаем, что программа подготовки чемпионата мира, она основана на тех туристических, гостевых, пешеходных маршрутах, которые включены в план, согласованы. И, по сути, вся программа подготовки чемпионата мира – это подготовка к развитию такого туристического кластера в центре города. И вот сегодня мы будем уже обсуждать то мероприятие, которое у нас пройдет в субботу. Это, скажем так, пробная, пилотная презентация экскурсионного маршрута, который будет действовать на период чемпионата мира. У нас было много экскурсионных маршрутов в пределах города, они были пешеходные, они были… Сейчас речь идет о том, что на период чемпионата мира будут определенные ограничения, связанные с безопасностью пребывания в центре города. Две улицы у нас будут пешеходные – это улица Куйбышева и улица Молодогвардейская. Соответственно, основные потоки болельщиков, туристов, они будут проходить по этим улицам. Естественно, те маршруты, которые мы планируем, мы рассчитываем, что они будут проходить именно по этим улицам, потому что там концентрация объектов – она одна из самых больших. Те маршруты, они будут привязаны к фан-зоне и к месту высадки болельщиков. Это на площади Революции, это на площади Славы. Соответственно, это будет такой центр города, который будет вмещаться большое количество сотни тысяч. И все это централизовано будет организовано, пешеходные экскурсии. Мы, прежде чем перейдем к Ирине Валерьевне, хотели задать ей вопрос. Раз уж мы начинаем комплексной подготовки Чемпионата мира, хотел бы как раз проговорить о том, что основная часть, которая была связана с подготовкой Чемпионата мира, и которую мы реализовываем уже с 2011 года, по сути, это была работа, связанная с подготовкой гостиничной инфраструктуры. И сегодня можно с уверенностью уже сказать, что Самара и регион подготовились именно в части гостиничного обеспечения, туристического обеспечения и выполнили те требования ФИФА, которые к региону предъявляли. И вот это, наверное, самое ключевое наше достижение за последнее время, потому что мы прошли минимально критические требования гостиничной инфраструкты. У нас есть понимание, где мы будем размещать клиентские группы, которые организовывают Чемпионат мира, где будут жить болельщики, где будут жить представители силовых ведомств, обеспечивающие безопасность. То есть картина ясная, вы представляете, вот все должно быть и должно быть сделано. Одно из направлений, это было как раз подписание соглашений на размещение клиентской группы. Второе направление, о котором более подробно расскажет Ирина Валерьевна, это как раз процедура классификации. Она для нашего региона обязательная. Все гостиницы, которые оказывают гостиничные услуги, услуги по временному проживанию, все эти предприятия должны процедуру классификации в обязательном порядке. А она еще не закончилась? Мне кажется, еще в 16-м году, да? Основные средства размещения, они прошли классификацию. Я думаю, что сейчас на данный момент это только специализированные средства размещения, их достаточно незначительное количество остались, которые еще пока в работе находятся, так скажем. Но основные игроки, те, которые, естественно, будут принимать и клиентские группы, и основных гостей, они уже классифицированы. Вот Михаил Викторович дал такую оценку, что практически все готово и хорошего качества. А вы, как эксперт, что можете сказать о качестве услуг, качестве вот тех же кафе, ресторанов, гостиниц? Вот качестве, не количестве даже, а качестве. Насколько мы готовы? Уровень какой? Ну, вот, да, может быть, очень правильный вопрос в том плане, что вообще возможности развития туризма и привлекательности региона, города, для туризма, для развития туризма, для возможностей, они базируются, первое, на безопасности, а второе, на предсказуемом качестве. Да. Вот весь процесс стандартизации, который запущен, и он запущен со стороны государства, это очень правильно. Первое время бизнес сопротивлялся, ну, как сопротивлялся, задавал вопрос, зачем это нужно, а не будет ли это дополнительной нагрузкой. Конечно, если люди вкладывают деньги, они должны все знать. Но в итоге все равно, я считаю, что мы, как общественная организация, все равно какой-то обратный, так скажем, информационный отзыв имеем. Все-таки средства размещения оценили. Если работы проводились организациями, которые компетентны, то, в принципе, чаще всего это заканчивалось тем, что не только получалось свидетельство категории формально, да, а проводился внутренний аудит серьезный, который позволял привести правильное относительно законодательства существующие требования к внутреннему документообороту. Все вопросы по безопасности поднимались, и они решались, если где-то это было не решено. Поэтому я считаю, что это такое было... Ну, мы чемпионату обязаны тем, что мы... Огромный пласт работы, который может быть сделан годами, десятилетиями. Да, мы подняли какие-то проблемы и вопросы, причем достаточно безболезненные. Это же не были проверки, которые были чреваты закрытием или штрафами. Наоборот, получилось так, что во время работ по классификации многие вопросы, которые вскрывались экспертами, мы давали рекомендации и обращались к коллегам из контролирующих органов. Общественная организация имеет возможность налаживать конструктивный диалог. И надо отдать должное, что все органы идут на контакт, информируют. Да, но это же и плюсы для самих гостиниц, которые подтягивают свой уровень, и персонал к этому. Да, и все, что касается безопасности, безусловно, это нужно, чтобы было соблюдено. И по большому счету этим и продиктована необходимость как раз стандартизации работы экскурсоводов. Потому что в зоне, о которой говорил Михаил Викторович, все передвижение, так скажем, оно будет, я думаю, максимально насыщено людьми, правильно? И я думаю, что очень важное значение будет иметь первое впечатление, которое получат болельщики в будущем. Сарафанное радио разнесет информацию по миру о Самаре. И надо, чтобы эта информация была выверенная, правильная, грамотная. Сейчас мы перейдем к тому, как готовятся экскурсоводы, сколько их будет, набран ли штат их, или есть возможность у желающих приобщиться к этому. Я хочу, кстати, напомнить телезрителям, что мы в прямом эфире. Звоните нам, рассказывайте, какие у вас ожидания от Чемпионата мира по футболу в Самаре, и готовы ли вы сами в этом поучаствовать. Тем более, что мы говорим сейчас об экскурсоводах. Вы еще будете набирать людей, чтобы они стали экскурсоводами? Совершенно открытый процесс, потому что мы, как общественная организация, мы координируем процесс. То есть мы на базе ассоциации уже несколько лет ведется работа в тесном сотрудничестве с администрацией городского округа Самара. Была проведена работа по обучению при поддержке города. Город большой молодцы, потому что общественники иногда бьются, и запросы бывают, но не всегда есть обратная связь. В этом случае ответ был, и он конструктивный был. Экскурсоводы получили возможность получить повышение квалификации с выдачей удостоверения. Это тоже очень важно. Вот как раз в процессе аккредитации этот момент очень важный. И по большому счету не было ограничений. Могли участвовать совершенно все экскурсоводы, кто изъявил желание. И сейчас процесс, да, то есть он не закрывается. А есть возрастные какие-то ограничения? Ну что вы! Нет, никакой дискриминации. А с языком иностранным что делать? Вы знаете, мы... Как решена эта проблема? Да, мы подумали об этом вопросе. В основном, конечно, костяк тех экскурсоводов, которые являются мастодонтами данной деятельности, редко обладают, конечно, знанием языка, хотя есть исключения, но при этом при всем есть молодой актив, и мы с ним очень плодотворно сотрудничаем. Это те молодые ребята, которые многие либо учатся в языковых направлениях, на языковых направлениях в вузах, и, в принципе, они имеют возможность, если они учатся сейчас на предпоследнем курсе, уже сейчас начать обучение по направлению, и потом они могут получить уже даже документ о том, что они по квалификации по своей подходят, и они могут аккредитоваться и также проводить экскурсии. То есть никакой дискриминации нет. Да, 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 понятно. А кто был автором этого проекта, вот пешеходных экскурсий? Откуда это взяло? Ну, вы знаете, это, мне кажется, нужно будет вернуться нам, я не знаю, в Самаре, в Кринчеве. Вот именно вот к чемпионату мира. Были элементы... Ну, нет, но у нас весь процесс по вообще экскурсиям, мне кажется, что, ну, это еще до революции, наверное, процесс запущен был еще. Мы здесь, наверное, не открывали велосипеды. Михаил Викторович, несмотря на ваш оптимистичный такой взгляд, все-таки вот на ваш взгляд, что еще нужно улучшить, активизировать? Потому что еще год есть, понятно, что работа не будет остановлено, что все сделано, все хорошо. Вот что еще, над чем сегодня работаете? Ну, непосредственно работа, которая сейчас проводится департаментом, она проводится совместно с представителями всех силовых ведомств, которые будут обеспечивать безопасность на период проведения чемпионата мира. И туризм не может существовать без обеспечения безопасности, в принципе, это приоритетный безопасность. Турист там только едет туда, где обеспечены все меры безопасности. Могу сказать, что на чемпионат мира, конечно, безопасность будет на самом высоком уровне, учитывая, что это международное событие. И то количество представителей всех ведомств, которые будут присутствовать и обеспечивать безопасность, это будет, наверное, одно из самых безопасных мероприятий, которое проходило в городе. И сейчас работу мы проводим совместно с гостиницами именно не в плане проведения проверок, а в плане проведения мониторинга подготовленности гостиниц. И непосредственно консультант департамента туризма совместно с представителями каждого органа проходят гостиницы, и они смотрят по всем требованиям, насколько гостиница готова обеспечить безопасность. И, по сути, по итогам мониторинга составляется акт, предложение гостиницам обеспечить необходимый уровень безопасности. И есть уже определенные результаты. Это так же, как процедура классификации, о которой Ирина Валерьевна говорила. Есть определенные требования. Их очень много, они разносторонние, не все гостиницы владеют полной информацией. Здесь ситуация аналогична. У нас есть необходимость обеспечить безопасность. И все специалисты, которые работают по своим направлениям, и МЧС, и МВД, и Национальная гвардия, они проходят, смотрят и советуют что-то доработать к чемпионату мира. Да, 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 понятно. Скажите, пожалуйста, Ирина Валерьевна, если говорить вот про вашу ассоциацию, ассоциацию, да, вот какой вклад она вот в этот процесс подготовки к чемпионату вносит. Как нескромно. Нет, ну правда, вот как вы участвуете, вот хотелось бы, вот чем вы занимаетесь, да, вот за что вы потом будете отвечать, на что вы берете обязательства, за что? К счастью, наверное, отвечать будут на исполнительной власти. Вот что, да. Но работа вообще по, ну вот, так скажем, по... Вся работа, которая касается качества, так скажем, работа, касаемая информирования относительно тех законодательных, нормативных каких-то изменений в нашей сфере, она ведется давно. И я думаю, в течение даже пяти лет мы системную работу проводили. Многие регионы, когда знакомятся с опытом нашей работы, они говорят о том, как хорошо, что вы так заранее начали. Потому что все-таки рынок, он, когда, ну так скажем, уже не разрозненный, да, а все-таки имеет какую-то определенную уже привычку делиться опытом, когда имеется общая площадка для диалога. Для диалога не только внутреннего, профессионального, но еще и диалога с органами исполнительной власти, это очень важно, с органами контролирующими. Очень важно, чтобы бизнес нашел и контакт, и понимание между органами, например, власти на уровне города и на уровне области. Тоже важно. Здесь общественная структура, так скажем, это самая удобная площадка, которая позволяет быть мостиком. Да, посредники. Да, и поэтому, конечно же, это информационная работа, это работа в рамках подготовки к классификации, причем мы проводили эту работу и в Самаре, в регионе в нашем, в других регионах. Помимо этого, работа с экскурсоводами, вот с городом сотрудничали, и я считаю, что результат тоже достаточно хороший, потому что экскурсоводы сейчас в городе Самара уже собраны в гильзию, и это лучшие представители этой замечательной профессии. И я думаю, что мне бы хотелось вот сейчас про планы, то, что даже сделано, я думаю, скажут другие, не совсем хорошо, когда сам себя хвалишь. Мне бы очень хотелось, как я это вижу в будущем развитие сюжета, чтобы те экскурсоводы, которые имеют такой опыт богатый, они могли его вот правильно передать и начать передавать тому поколению, которые хотят работать в этой сфере. А сейчас, поговорив даже с молодежью, которая вроде бы не занимается этим, но, например, имеет очень хороший уровень языка или языков редких, например, китайский, и молодежь очень хочет участвовать в этом процессе и остаться в этой профессии. Я думаю, что это прекрасно, если у нас будет возможность передачи опыта. А чемпионат нам поможет. Да, да, да. Ну и в продолжении значимости профессиональных объединений, мы когда начинали подготовку к чемпионату мира, у бизнеса очень негативное отношение ко всем органам власти, независимо от того, как называется департамент, департамент туризма, но, в принципе, когда идет обращение какое-то, очень осторожно, потому что всегда это ассоциируется с какими-то дополнительными требованиями, обязательствами, проверками. И наказания. И поэтому, когда мы начинали подготовку и приглашали на совещание, у нас начиналось присутствие двух-трех отелей, несмотря на то, что рассылку мы делали это. По сути, профессиональное сообщество, ассоциация выступает адвокатом того профессионального бизнеса, который действует. И вот это вот взаимодействие через ассоциацию с бизнесом, оно позволяет действительно диалог выстроить максимально эффективно. Мнение профессионалов консолидируется в ассоциации, и обращение в органы власти идет уже сформулировано в виде предложений. И, соответственно, мы работаем уже, по сути, с готовыми документами, которые профессионалы бизнеса сформировали и дают нам к реализации. И это очень удобная форма взаимодействия. И вот за эти годы действительно у нас получилось выстроить эту систему. И к чемпионату мира мы идем подготовленными. То есть бизнес участвует, уже недоверие исчезло, вот такое, да, участвует. А есть условия, достаточно, потому что недавно я только прочитала, что торговцам с сувенирами не хватает места на пешеходных дорожках. А, это старые уже, да? Это я просто недавно прочитала. Вот это вот проблемы озвученные. Я все-таки попробую прокомментировать в отношении гостиниц. Здесь я хочу все-таки попросить, может быть, набраться терпения, учитывая, что к чемпионату мира требования будут усилиться и с точки зрения безопасности. И количество, может быть, разных мероприятий будет увеличиваться. Но остается времени не так много. Мы обязаны обеспечить на качественном уровне. Поэтому прошу гостиниц, как бы, ну, с пониманием относиться ко всем мероприятиям, которые мы инициируем. Вот. Но мы постараемся в его взаимодействии, как бы, ну, подойти это максимально эффективно. А тот же вопрос с сувениром, мне кажется, очень просто решить, просто вот в тех же гостиницах предлагать эти же сувениры, да? Нет, ну, это имеет место быть. Да, да, и поэтому нигде-то там... Вопрос, он, как бы, я, насколько вижу, он решаем. Другое дело то, что много других... Если позволите, я, ну, в рамках своей компетенции, буквально вкратце о сувенирах. Сувениры на период чемпионата мира, они будут с определенными брендами чемпионата мира, и права будут принадлежать только, как бы, оргкомитет, их на конкурсной основе можно будет получать. Но никто не запрещает изготовителям сувениров делать брендовую продукцию, посвященную Самару, Тольятти, другим каким-то туристическим брендам. И здесь уже реализацию можно наладить и в гостиницах, и в магазинах сувениров, и в супермаркетах, в других магазинчиках, в ресторанах. То есть возможность есть. Сейчас есть понимание, где будет проходить основная масса туристов и болельщиков в городе. Есть, по сути, уже перечень предприятий, сферы услуг и торговли, которые будут располагаться. И поэтому производителям сувениров нужно просто заранее договариваться о размещении витрин по продаже этих сувениров. Не обязательно устанавливать лотки, потому что это, я не думаю, что оно благоприятно на имидж города будет. И в внешнем виде, и вообще это... Да, и поэтому имеет смысл встраиваться в ту систему продаж, которая есть. И она может быть даже более эффективна. Тебе не нужен будет кассовый аппарат устраивать, еще что-то. Когда можно уже воспользоваться готовыми, какими-то приложениями. Ну, еще одно приобретение. Это пятизвездочный отель, приобретение после чемпионата мира и во время. Скажите, как там сегодня дела? Строительство в курсе вы? Ну, чтобы нам знать, будет он? Да. Тот инвестиционный проект, о котором вы говорите, это гостиница «Лотта». Она у нас строится на пересечении улиц Красноармейской, Галактионовской и Самарской. У нас, если вы обращаете внимание, с какой скоростью реализуется этот инвестиционный проект, он действительно рекордными темпами, на мой взгляд, строится. Планируемая сдача – это конец 2017 года. И, соответственно, ввод в эксплуатацию уже будет до чемпионата мира. Предполагается, что там будет 195 номеров, гостиница «Пять звезд» с большим количеством и помещений для проведения конференции. И предполагаем, что там будет размещаться одна из основных клиентских групп и организаторов на период чемпионата мира. Да, Ирина Валерьевна, о чем говорит тот факт, что до сего момента в Самаре, в миллионном городе, не было гостиницы пятизвездочной? Вот если так вот проанализировать, о чем это говорит? Что низкая информированность, низкие туристические потоки. Вот что это такое? Почему до сих пор не было востребованным такой вот отель? Или не было вообще даже потока туристов такого уровня? Понимаете, категория «звезд» влечет за собой и обязательства. И обязательства эти, они выливаются еще и в дополнительные расходы. И поэтому бизнес, когда заходит в нишу категории 4-5 звезд, он, ну, если расчеты делаются, а чаще всего все-таки расчеты делаются, вот иногда мы даже анализируем проекты, и чаще всего желание у собственника иметь 4 или 5 звезд, когда проходит вот предварительная консультация, мы объясняем, чем это будет чревато и какие расходы он будет нести, очень часто собственник меняет решение и говорит о том, что действительно, во-первых, туристический уровень, востребованный для туриста, это уровень три звезды. В большей степени. Экономически это не очень обоснованно, строился такой дорогой отель, поддерживать уровень. Да, и поэтому 5 звезд не может, то, что у нас не было 5 звездника, это не может являться, так скажем, каким-то вот показателем, что у нас что-то как-то не очень с туризмом. Хотя действительно у нас туризм в основном это деловой, то есть тяжело пока нас еще назвать там курортной зоной. Вот, но я думаю, что очень много сейчас делается и думаю, что 5 звездник, если он сейчас будет, он же не на такое большое количество номеров. И никто не помешает, в дальнейшем, использовав этот отель на 5 звезд, они могут дальше распоряжаться своей категорией, как будет подсказывать экономическая целесообразность. Да, все-таки экономика это главное. Хочу еще раз обратиться к телезрителям, наш телефон 202-11-22. Если вы хотите стать экскурсоводом на время проведения чемпионата мира по футболу, звоните, задавайте вопросы нашим гостям и экспертам, они обязательно вам помогут. Вот относительно того, что перспектив после, да, это тоже вопрос, наверное, который часто задают, вот вы видите, Михаил Викторович, вот какие-то плюсы потом, что будет поток там туристов новый, что возрастет информированность, уровень оказания услуг повысится. Вот что будет после? К этому уже как-то прорабатываете, стремитесь, или главное вот провести, а там дальше? Я думаю, в данном случае ответ мой будет очевиден, потому что тот объем строительства и реконструкции, он, может быть, не приведет весь город в порядок. Но, как я говорил в начале передачи, весь комплексный план рассчитан на приведение в соответствие части исторического центра города по туристическим гостевым маршрутам. Они есть кольцевые, по ним можно будет на автобусах возить экскурсоводов. Будут приведены в порядок зоны транспортных узлов, это и речной вокзал, и железнодорожный вокзал, аэропорт Курумыч, вы уже видели. Помимо этого будет создаваться дополнительная инфраструктура туристическая. Обратили внимание, что в последние годы появляются необычные коричневые знаки на двух языках. Дорожные указатели, где они обозначают проезд к тем или иным достопримечательствам. Я даже удивилась, я даже к ним уже привыкла, успела привыкнуть. Их уже достаточное количество, и программа реализуется. Сейчас она реализуется Министерством транспорта Самарской области. Плюс формируется другая туристическая инфраструктура. У нас уже открыто два павильона туристко-информационного центра, где любой житель или приезжающий к нам в регион гость может получить бесплатную информацию. Либо буклет, либо карту бесплатную, либо получить консультацию. Он может это сделать и в информационной сети. То есть это все постепенно развивается, и мы подходим к моменту, когда после чемпионата мира инфраструктура для развития туризма именно культурно-познавательного, городского, рекреационного, даже пляжного, она будет готова к приему туристов. Какой потенциал есть у города для того, чтобы у региона, чтобы реализовать то наследие? Вот сейчас средняя заполняемость гостиниц на уровне 50-60%. Ну, это хорошее у вас показать. По-разному. То есть есть сагородные отели, есть городские. Это зависит от сезона тоже, наверное. От размера отеля, да, потому что... Поэтому, учитывая, что на сегодняшний момент порядка 15 тысяч номеров подвержены классификации, и они, соответственно, работают с определенной заполняемостью, то есть у них есть возможность увеличивать заполняемость без дополнительных каких-то затрат, увеличивать туристический поток. И если на сегодня он составляет порядка 800 тысяч человек в год, с той гостиничной инфраструктурой, модернизированной, классифицированной, с созданным туристическим, там, по сути, комплексом в центре города, мы можем увеличить и превысить цифру в миллион туристов в год. Это абсолютно реальная цифра. Не потребуется строительство дополнительных отелей либо каких-то объектов. Понятно. Ирина Валерьевна, а вот чтобы повысить качество обслуживания, ваша ассоциация может помочь? Допустим, менеджеры каких-то отелей, вот вы выявили, что там обслуживание, ну, вот на таком уровне плачевно. Вот как-то подключаетесь к такой работе? Можете курсы какие-то что-то... Конечно. У нас проходит регулярное обучение, причем это и бесплатные семинары. Регулярно они проходят. Раз в месяц мы даже уже вебинарную форму перешли для того, чтобы не отвлекать менеджеров и руководителей. И повышение квалификации мы проводим с выдачей удостоверения. У нас есть лицензия. И особенность нашей работы вот в рамках обучения, и в том числе руководителей, что мы идем от запроса. То есть мы сначала запрашиваем, что необходимо бизнесу, кого бы они хотели услышать. И только потом мы формируем. И спикеры, они все, конечно, безусловно, практики. Или это служащие контролирующих органов. Они идут охотно, как я уже сказала, на контакт. Это очень важно, когда курс читает человек, который впоследствии потом может прийти и проверять. И поэтому это, я считаю, что это тройная польза. Выстраивание неких профессиональных, таких очень близких, доверительных отношений. Потому что информированность всегда приводит к тому, что меньше всегда нарушений. А еще чемпионат, мы чемпионату будем благодарны за то, что сейчас, может быть, немножко вынуждено, но это неплохо, ведется работа с предприятием питания. И сейчас уже вот тоже ассоциация выступила инициатором. Мы сформировали на базе ассоциации совет по развитию ресторанов и бизнеса Самарской области. И уже первое такое детище 6-7 июня будет битва самарских рестораторов. Пригласим очень таких именитых гостей. И нам бы очень хотелось, чтобы вот в такой интересной форме, потому что это интересно, все-таки вот поборолись лучше из лучших. Да, прекрасно, потому что не только о гостиницах нужно говорить, питание это тоже очень большое место занимается. Спасибо вам огромное за то, что обрисовали картину подготовки к чемпионату мира. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин